У кого-нибудь из вас есть родственники, о которых вы много слышали, но с которыми никогда не встречались? И наверняка вам знакомо это чувство, когда хочется узнать о них побольше, познакомиться с ними, но по какой-то причине ваши родители против этого знакомства. Режиссер М. Найдж Ямалан, по всей видимости, испытывал те же самые чувства, в результате чего появился фильм «Визит», речь о котором пойдет в первом выпуске новой для меня рубрики «Кинопауза». Возможно, ранее вы могли видеть или слышать о таких фильмах, как «Знаки», «Шестое чувство», «Сплит». Сами по себе они не похожи друг на друга, но их связывает любовь режиссера к мистике. Кинофильм «Визит» не стал исключением. Его сюжетная завязка довольно проста. Мать-одиночка давным-давно забежала из дома от своих родителей, связь с ними поддерживать перестала. Живет с двумя детьми, 15-летней дочерью Бойкой и 13-летним сыном Тейлором. В один прекрасный день от родителей приходит весточка, в которой говорится о желании увидеть внуков и провести с ними каникулы. Мать с радостью отправляет детей к старикам, а сама отправляется в долгожданный отпуск. Бабушка и дедушка с улыбками встречают внучат. Вместе направляются домой, где бабушка угощает внучат домашней едой, а дедушка показывает им местные достопримечательности. Звучит идеально, не правда ли? Только вот у стариков есть одно правило, скорее даже требование к ребятам. Не выходите из своей комнаты после 21.30. У вас все в порядке? Да, все хорошо, дедушка. Давненько я не видел бабушку такой счастливой. Бека, Ти Даймонд Стайлз, поймите нас, стариков, все ложатся спать в 9.30. Да. Увидимся утром. Только пожилая пара не приняла во внимание то, что детское любопытство это очень сильная штука. На этом я, пожалуй, остановлюсь, дабы не раскрывать остальные сюжетные повороты и неожиданные моменты. Однако, хочется сказать, что фильм способен удивить, где-то даже напугать, а в некоторые моменты и вовсе может насмешить. Также не исключено, что кого-то фильм не впечатлит, и все события покажутся банальными и лишенными какой-либо загадочности, так как именно первые 30 минут фильма нагнетают мистику вокруг пожилой пары. Картина позиционирует себя как фильм ужасов, снятый в довольно распространенном сейчас жанре найденной пленки. Все события запечатлены на камеру, с которыми ходят наши главные герои. Будьте уверены, но хотя бы раз вы почувствуете себя не в своей тарелке, так как фильму порой выдается максимально близко передать напряжение, которое испытывают герои. При этом, лично я не могу назвать фильм чистокровным ужастиком, так как в нем присутствуют элементы комедии и сцены, которые невольно будут вызывать улыбку на вашем лице. Актерский состав, вне сомнений, положительная сторона и мощная движущая сила данного фильма. Диана Даннаган в роли бабушки просто феноменальна, и в некоторых сценах от ее игры идет дрожь по коже. Что касается звукового сопровождения фильма, то оно вполне способствует максимальному погружению. При этом не стоит ждать каких-либо откровений и запоминающихся композиций. Сам жанр, в котором снят фильм, не приветствует постоянного использования фоновой музыки, дабы максимально создать эффект реалистичности происходящего. Ну и также стоит сказать пару слов о переводе, ведь он весьма хорош. Актеры дубляжа максимально реалистично передали эмоции в голосах главных героев, что встречается не так часто. В итоге можно сказать одно. Эм Найт Шямалан снял атмосферный и в меру пугающий фильм. С нотками мистики, порой забавный, но в целом очень крепкий фильм ужасов, который я настоятельно рекомендую к просмотру. Почему тебе нравится доставщик пиццы? У него же прыщи по всему лицу.